Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Карла Кривелли «Святой Франциск, собирающий кровь Христа». Я пользуюсь данными из интернета, которые мне удалось найти по картинам, и вот в частности поэтам. Написано на Дере, 20 на 16. Франциск Осийский, в народе его называли Паверелла, бедненький, стал образцом для нового понтифика 21 века, папы римского Франциска, принявшего его имя. Он дал обет бедности, смирения, образовав в 1207 году общину нищенствующих монахов, позже названную Францисканской. Одно из отличий – это у них рясы коричневого или серого цвета. Они подпоясывали рясы веревкой с тремя узлами, символизирующими бедность, целомудрие и послушание. На этой картине представлена мистическая сцена Святой Франциск, собираясь в золотую чашу, святую кровь из раны на груди Христа, нанесенной копьем лангина, которое видно на заднем плане. Тематика эта достаточно редко встречается в искусстве 15 века. Предполагает, что образ предназначался для некого нищенствующего ордена. Обращает внимание на себя стигматы на подошвах святого, возникающие от его преданной любви к Иисусу. Примерно и все, что не удалось найти по описанию картины Карла Кривели, святой Франциск, собирающий кровь Христа. Пока-пока, до свидания.